Все мы живем на свете, обвитые гарпунным линиям. Каждый рожден с веревкой на шее. Но только попадая в неожиданную, молниеносно затягивающую петлю смерти, понимают люди безмолвную, утонченную, неприходящую опасность жизни. И если ты философ, то и в своем вельботе ты испытываешь ничуть не больше страха, чем сидя вечерком перед камином, где подле тебя лежит не гарпун, а всего лишь безобидная кочерка. Вы слышите Лешу Халецкого, и впереди вас ждет обзор на игру This is Police. Всем привет! Я позволил себе начать это видео цитатой из Моби Дика Германа Мелвилла. И не просто так, потому что игра, герой моего сегодняшнего обзора, очень многое взяла из этого произведения. Собственно, создатели этого и не скрывают, судя по названиям ачивок. Я не мог пройти мимо этой игры по одной простой причине — разработчики из Минска. А вы знаете, как я люблю разработчиков из Минска, и это не обязательно Wargaming, а, например, от Erdux Entertainment — создатели замечательной, пошаговой, ролевой средневековой игры «Легенды Эйзенвальда», обзора на который я делал год назад. Приятно, что белорусские разработчики постоянно работают в каком-то смешении жанров. И This is Police не исключение. Где-то я прочитал довольно точный комментарий, который очень хорошо описывает эту игру. Как будто у Papers, Please и Los Angeles Noir родился ребенок. Действительно, This is Police игровой механикой чем-то похожа на Papers, Please. Если вы, конечно, помните такую игру, где вы выступаете в роли таможенника в какой-то такой тоталитарной славянской стране и проверяете документы, чтобы никого не пропустить. Ну а от Los Angeles Noir присутствует тема полиции и этот самый Noir. В начале кажется, что цель игры довольно проста. Вы 60-летний глава полиции некого выдуманного города Фрибурга. У вас остается 180 дней до отставки и вы должны за это время заработать 500 тысяч долларов, полмиллиона. Каждый день вы просыпаетесь, едете на работу и там вот открывается стратегический режим, в котором вы распределяете доступных вам полицейских и детективов по разным заданиям. И откровенно говоря, вот как игра именно стратегически, This is Police довольно проста. Так как мы с вами на канале, посвященном стратегическим играм, я не буду вас обманывать, говорить, что This is Police бросит вам какой-то вызов. Небольшой спойлер, на самом деле вам даже не надо 500 тысяч зарабатывать, тут вообще не важно, сколько вы денег заработаете. А я с дуру все к этому стремился и в конце игры имел в районе 700 тысяч. Хотя на самом деле вы эти деньги можете тратить на то, чтобы облегчить себе жизнь. Даже несмотря на это, я игру совершенно спокойно прошел. Я вообще не думаю, что прохождение This is Police можно завалить, потому что дело, пожалуй, тут даже не в стратегии. Тут самое главное – это сюжет. Честно говоря, давненько я с таким интересом не следил за сюжетом. Посмотрел, кто разработчики. Глава студии и по совместительству человек, написавший сценарий – Илья Янович. Оказалось, что он долгое время был журналистом игромании, и вот эти навыки, связанно составлять текст, очень-очень пригодились. Потому что This is Police во многом текстовая игра. Во всяком случае, практически все преступления здесь подаются нам именно в виде текста, но при этом нет ощущения, что этого текста много. Его достаточно. То есть авторы смогли найти вот эту золотую середину, когда тебе и интересно знать, что происходит, но при этом не надоедает много читать. Постоянно новые какие-то преступления. Ты действительно не просто тупо отправляешь туда своих полицейских, чтобы выполнить задания. То есть не просто занимаешься эдаким симулятором полиции, но ты вчитываешься в то, что происходит. Не знаю, где авторы черпали вот эти все полицейские истории, но в них веришь даже. Основная история же подается либо такими рисованными комиксами, либо векторным видео. Причем, я так понимаю, даже там играли настоящие актеры, а потом это видео так вот переделывалось в векторной стилистике. Кроме того, озвучание всех актеров английское. Тут текст только русский, а игра, видимо, изначально планировалась на международный рынок. И озвучка прекрасная. То есть для такой инди-игры, независимой на создание которой деньги собирались на кикстартере, все важные моменты авторами учтены. То есть, видимо, из игровых журналистов все-таки получаются и хорошие разработчики. Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте двагис.ру. Двагис, если быть точным. А что же сама игра? Ну, в общем, вы коррумпированный шеф полиции, который, с одной стороны, хочет заработать много денег, а с другой стороны, должен делать вид, что полиция хорошо работает. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что это будет раскрытием сюжета. Но в целом вы занимаетесь тем, что распределяете людские ресурсы по всяким преступлениям. Причем преступления делятся на два вида. Либо которые вам надо расследовать, для этого вам нужны детективы, и эти преступления могут длиться несколько дней. Либо которые происходят прямо сейчас. Например, нападение на магазин, либо драка где-то на улице, или массовые беспорядки на стадионе. Причем, действительно, эти события постоянно уникальны. Я вот прошел всю игру, и, по-моему, я ничего похожего и одного одинакового преступления так и не увидел. Детективные дела, которые вам надо расследовать долгое время, тоже довольно оригинально сделаны. Вы определяете на раскрытие дела несколько детективов, и они постепенно собирают вам типа пазла. У вас есть несколько свидетельств людей, которые присутствовали при преступлении. И на их основе вам надо расставить картинки, которые постепенно появляются в ходе расследования в правильном порядке. Если вы их правильно составляете, то у вас появляется подозреваемый, которого надо задержать. Причем их может быть несколько в разных местах, то есть вам надо еще понять, куда ехать. Есть и свой маньяк-убийца, есть несколько банд, которых вы можете накрыть и уничтожить полностью. В общем, по-моему, вот этим ребятам, которые создавали сценарный каркас игры, стоит вообще в кинематограф податься, потому что истории у них получаются действительно классные. А вот с самой игрой все-таки есть проблемка. Ну, легкая она, по моему мнению, но вы уж извините. Знаете, она мне чем-то напоминает вот игровые новеллы от Telltale Games. Вот помните The Walking Dead, что недавно там про Бэтмена вышло. То есть, если у Telltale Games это на основе экшен-игр сделано, то есть вы типа смотрите за каким-то сюжетом, и потом вам надо в какой-то момент кнопку нажать, чтобы отпрыгнуть или просто выбрать, кто в этот момент умрет, то в случае This is Police здесь в сюжет встроена такая небольшая стратежка типа, ну или симулятор полицейского управления. Но глубины тут как таковой нету, и авторы, по-моему, даже местами понимают, что слишком легко, они иногда начинают ваших подопечных убивать без всякой видимой причины. Если, знаете, вначале там хватался за голову, думаю, ой, блин, у меня умирают подопечные, что же делать? На самом деле я не представляю, вот честно, как можно завалить прохождение этой игры по-хорошему. Более того, я не думаю, что вам захочется второй раз ее проходить. Возможно, кому-то станет интересно второй раз пройти, тем более, что там есть несколько разветвлений сюжета, то есть вы можете попробовать немножко по-другому сыграть. Но реиграбельности у This is Police нету. Местами она вообще медленновата или занудна, потому что вам не дается никакой возможности промотать время. А иногда бывает, что вы как бы следите за картой происшествий, и реально никаких происшествий нету. Или вы уже отправили, наоборот, всех полицейских на задание, и они пока туда доедут, вам все равно делать нечего. Почему не сделать кнопку убыстрения времени? Я вот смотрю, что я сыграл в эту игру 14 часов. На самом деле на треть можно было сделать и меньше. Или интересная идея перед каждым днем выбирать себе музыку. Если первый раз за три это забавляет, то потом начинает раздражать. Я не хочу себе выбирать музыку, поставьте мне какую угодно. Искал я в настройках, чтобы можно было просто рандомом слушать музыку. Нифига. Хотя музыка в этой игре оригинально написана, и она очень хороша. Обращаю ваше внимание. В общем, все художественные моменты в игре отличны. И визуальный ряд отличен, и звуковой ряд, и озвучание. Все хорошо. Вот сама игра чуть-чуть все-таки не дотягивает до оценки отлично. Поэтому лично я This Is Polis несомненно рекомендую. Но вы должны заранее понимать. Я просто не хочу, чтобы вы разочаровались, послушав меня в этой игре. Это именно классная история. Но как игра This Is Polis на один раз. На данный момент в стиме она стоит 350 рублей. И по моему мнению, она своих денег полностью достойна. И я надеюсь, что вот этот дебют позволит разработчикам все-таки больше сосредоточиться на игровых моментах. И следующий их проект будет интереснее и в игровом плане. Потому что в сюжетном, в сценарном и прочем, я уверен, Уитпи во главе с Ильей Яновичем не подведут. А вот игровая рутина вот эта примерно к середине игры начинает уже надоедать. И слава богу, что на самом деле игра длится не 180 дней. Я не буду, опять же, спойлерить, но будет меньше. И она немножко таким образом динамичнее становится. Но постоянное посылание полицейских и детективов по разным адресам, конечно, это не самый веселый и разнообразный геймплей. Тем не менее, еще раз повторюсь, с This Is Polis я рекомендую. Игра мне понравилась. Я не жалею проведенного в ней времени. Она точно останется у меня в памяти. В багаже воспоминаний. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь дваги, сыграйте в умные игры и позвольте закончить видео еще одной цитатой из Моби Дика. Не оставаясь глухим к добру, я тонко чувствую зло. И могу в то же время вполне ужиться с ним, если только мне дозволено будет. Поскольку ведь надо жить в дружбе со всеми теми, с кем приходится делить кровь. Спасибо, что застарели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы царели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.